Тема данного вебинара это система аватар при работе с клиентами. Что такое аватар вообще? Давайте посмотрим. Аватар это тот социальный образ, который мы принимаем на себя. Основа заключается в этом. То есть каждый из нас в нашем обществе имеет какой-то свой социальный аватаж, который отличается от нашего биологического существования. То есть кто мы по специальности? Если вы менеджер по продажам, мы говорим, ваш аватар менеджер по продажам стоит на месте либо развивается. Так можно использовать и развитие карьеры, и привлечение клиента, когда мы знаем, к какому аватару он себя соотносит. Спросите человека, кто ты? И на то, как он ответит, вы сможете определить, к какому типу аватара данный человек относится. Итак, мы определились со словом аватар. Теперь давайте посмотрим, как можно это использовать при работе с клиентами. Разделяем мы на определенные типы личности наших бывших клиентов. Если вы работаете, например, в туристической компании, вам очень повезло. Ваша база данных клиентов достаточно большая. Как ввести систему базы данных клиентов? Если вы не ведете учет ваших клиентов, то, скорее всего, вы делаете разовые продажи. Когда-нибудь вы один раз предложили какую-то услугу, а потом вы могли потерять связь с этим клиентом. Если у вас есть желание повторно с ним сотрудничать, то есть удерживать ваших ключевых клиентов, и каждый раз предлагать им что-то новое, чтобы с ними дальше работать. Допустим, ваша компания банально ведет учет данных в Microsoft Excel. Что вы знаете о клиенте? Это и есть информация первая. Возраст, пол, его должность, образование, социальный статус, определяющий другими фактами. Это может быть семейное положение, это количество детей в семье, это его собственное увлечение и хобби. Например, человек занимается фотографированием, называет себя фотографом. Достаточно того, что он сам себя называет фотографом. Это и есть его один из разных социальных его аватаров. То есть в разных случаях он будет совершенно разным. Но если он нам нужен как фотограф, мы привлекаем к его вот этому аватару. Если он нужен нам как семянин, мы его привлекаем как к семянину, у которого есть там двое детей. И этот аватар будет отличаться от первого аватара. Хотя как личность он будет оставаться тем же самым человеком. В зависимости от того, какой у нас товар, что мы предлагаем людям, наш аватар будет конкретно специфичным. И когда мы будем понимать, на какую психологическую нишу, самопознание, самоопределение человека мы влияем, нам проще будет его привлечь к себе как клиента и удержать на долгие годы. Наверное, как вы многие наблюдаете, что компании для того, чтобы повторно привлечь своих клиентов или сделать повторные какие-то продажи, делают какие-либо акции. Ну, самое банальное из них – это скидочная акция. Вы клиент, который получаете клиентную карту, на которую вам позволяет получить скидки. Даже некоторые компании делают еще проще. Прямо на карте пишут 10% скидка, 20% скидка. Вот что они забывают. Ваш клиент – аватар. Это его прототип. Когда-то он не был вашим клиентом, он был каким-то другим социальным образом. Вы создали в нем новый аватар, клиент компании вашей. Теперь он впервые у вас что-то купил. Он себя считает вашим клиентом. Но это первый шаг. Вот развивается ли его аватар с каждым днем поэтапно или нет, от того, как он развивается, будет зависеть, насколько долго и насколько лояльно он будет с вами сотрудничать. Как часто он будет делать у вас покупки. В предыдущих моделях, которые использовали до сегодняшнего дня, эта система была более простая и не столь разносторонняя. Поэтому она включала просто какие-то этапы развития. Например, клиент, который обладает простой карточкой с 10% скидкой, с 15% скидкой и 20% скидкой. И все. Накопительная карта на этом свою функцию выполняла. Больше никаких привилегий. Как сейчас поступают? Некоторые компании, например, как международные компании, типа Eurosh, они делают по-другому. Они называют это не бонусной картой и скидочной картой. Они называют это клиентской картой. И называют это клуб привилегий. Обратите внимание, привилегий. Каждый человек, который становится членом этого клуба, получает зеленую карточку, на которой написано, что мы любим вас. Больше ничего. Но клиент имеет какие-то преимущества. Какие он привилегии приобретает? Первое. При заказе какой-то определенной суммы он может иметь получить бесплатную доставку по адресу. Он может позвонить по телефону, заказать товар, назвав номер своей карточки. Он может онлайн зайти на наш сайт и сделать онлайн заявку на каждый какой-то товар и указать дату, которую он хотел получить доставку. Либо он может указать в магазин, в котором он хотел прийти без очереди, забрать этот товар. И различные другие привилегии. А также есть консультанты. Что дает это? Некоторые компании, которые работают с парфюмерией, с косметикой и с товарами вообще премиум-сегмента, поэтому консультант что дает им? Консультант дает вам возможность выбрать правильный подарок. Получите бесплатную консультацию по поводу выбора хорошего подарка. Таким образом вы получаете подарок, указывая свой номер. Вот от того, как будет развиваться ваш аватар, как будет он проходить этапы, уровни, какие ассортименты товара он покупает, какой у него накопительный счет, какой статус он приобретает, в каких акциях он участвует с каждым этапом. Набрав 1000 долларов, он получает возможность участвовать в какой-то одной акции. Набрав 2000, он участвует в других акциях. Набрав 5000, он участвует в других акциях. Он приобретает другие возможности. Он получает возможность бесплатных путешествий за счет этой компании и так далее. Он получает бесплатные билеты в кинотеатр. Он получает билеты на какие-то другие акции. Это называется клуб привилегий. И вот этот его аватаж должен быть как бы сообщество. Если вы создаете такое свое сообщество, ваше корпоративное, внутри которого каждый человек, который вошел впервые, был новичком, когда-то он стал профессионалом, как в университетах, асом высшего пилотажа, он будет развиваться, он будет тянуть людей к тому, чтобы они были с вами очень долго. Подробнее о системе аватаж мы говорим на наших коучингах и помогаем эту систему построить.